Всем привет, друзья! Сегодня мы поговорим о том, почему плохо быть огромным качком. Те качки, которые занимаются профессионально, такие туши огромные. Естественно, они, как всегда, скажут, что мы дрыщи, обсуждаем качков и завидуем им. Либо, как вы можете знать, о качках что-то. Мы диванные эксперты. Ребят, мы диванные эксперты. Забейте, короче, и наслаждайтесь нашей болтовнёй. Единственный, короче, и самый суровый такой минус, я бы сказал, это здоровье. Которое губится просто в хламину. Во-первых, смотрите, губится в сердце, губятся в суставы. Объясняется это тем, что даже без учёта стероидов, мы потом поговорим об этом, даже без учёта стероидов губится здоровье потому. Качки тренируются, готовятся к соревнованиям. Они набирают массу, огромную массу набирают. Они очень быстро худеют, стараются быстро худеть к соревнованиям. Критические сроки у них убирают воду, убирают вообще углеводы просто по максимуму. Естественно, это садит желудок, это садит сердце, это печень, почки садит, потому что выходят все витамины из организма, минералы и так далее. Это очень вредно, что набор массы, экстренный набор, что экстренное снижение массы. Это здоровье без стероидов. Ну да, плюс ещё, когда спортсмен занимается профессионально, у них уже идут серьёзные веса, тренировки по 5 часов изнуряющие, которые убивают суставы в хлам. Да. Второй пункт, это уже идут стероиды. Естественно, все профессиональные бодибилдеры, как всем известно, употребляют стероиды, без этого никуда, потому что... Подожди, они сейчас напишут тебе, что они употребляют, что есть натурал. Бодибилдингом натуральным, вряд ли. 100% да, вот ребята, вы напишите, что есть. Но на самом деле, если вы хотите быть профессионалом, вообще забудьте, там нет ни единого натурала, они все используют. Короче, понимаете, в чём прикол? Зачем быть натуралом на профессиональной сцене, если все там будут химики, а ты придёшь натуралом? То есть да, это их деньги, понимаете? Это деньги, они зарабатывают, это как бизнес, это как бизнес. То есть смотрите, стероиды, в чём минус стероидов? Они стоят довольно большие деньги, вам придётся отстёгивать деньги, очень много, даже если у вас спонсоры есть, всё равно придётся отваливать. Второе, это болезни, от стероидов огромное количество болезней, что сердце, что печень, что почки, там всё травмируется, всякие там плямбы появляются в сосудах и так далее. То есть стероиды очень вредны, и скорее всего вы умрёте, если вы будете очень много, как вон Рич Пиано, да, сколько там, 20 лет, блин, бомбил их, потом в итоге оказалось, ему вскрытие сделали, у него там и в мозгу что-то там какие-то проблемы. Короче, он весь поймёт. Но это будет менять, и вы лезете в гормональную систему организма. Да, короче, у этого Рич Пиано не было ни одного нормального органа живого, то есть это жесть, короче. Третий пункт, это нужно есть много-много еды. Что это значит? Это значит, что у вас будут огромные затраты денежные, это значит, что у вас будет огромная затрата времени, потому что покушать там один приём пищи, не знаю, 15-20, большими порциями. По два часа, каждые два часа нужно кушать, минуты уходят по полчаса, то есть полмяты убиваешь на то, чтобы покушать. Спортивное питание, тоже опять деньги уходят, на спортивные даже там, ещё плюсом на одежду, чтобы покупать, это всё равно огромные затраты, то есть ты должен покупать себе одежду специальных размеров, потому что ты просто огромный. И ещё просто представьте, если вы куда-то идёте, то вам постоянно с собой нужно таскать еду, то есть в этих контейнерах брать еду с собой, это так неудобно, короче, это жесть. Лучше быть обычным друщом, как мы с Саней, рассуждать просто о качках и не запариваться, и кушать дома, нежели там с собой в портфелях по 10 банок этих всяких куриц, гречки и так далее. Ну вот, как Саней сказал, одежда, на неё тоже деньги уходят, потому что её нужно сшить под заказ, потому что качки имеют огромные формы, всем известно, я думаю, это не только диванные эксперты знают, но и не диванные эксперты. То есть она может меняться в зависимости от сезона, если у тебя там на массе у них там руки, не знаю, под 60, а на сушке 53, это огромнейшая разница. То есть маленькую одежду и большую им надо покупать, короче, жесть вообще. Следующий пункт это утеря гибкости, огромные качки, естественно, не особо гибкие, вы можете опять, конечно, привести примеры, что там какие-нибудь... Прыгивать с Акта, да, но редко, в большинстве своём... Да, да, это редкость, это какие-то больше акробаты, а не качки, то есть Кали Масл там выходы делает на изи. Ну просто, да, это просто исключение. Да, это исключение. Обычно огромные качки это неповоротливые такие туши, которые ходят в огромных костюмах, таких как в шкафах, и не могут... Всегда интересно было, как они в туалет ходят. Да, и не могут себе... Не могут даже вот так согнуть руку и достать до плеча или там до ушей. Представьте, у них битки огромные, они просто не могут согнуть. Даже не почесать ничего. Вообще. Они, наверное, просят кого-то. Либо покупать, знаешь, такие штучки, которые есть в магазинах продаются, так удобней. Так, следующее, это убийство времени. То есть качки убивают время буквально на всё, абсолютно. Как мы и сказали, вам нужно кушать каждые 2 часа, соблюдать режим, вы должны спать. То есть вы уже не пойдёте вечером с друзьями в кино, вы должны будете идти спать. Вы должны вставать ночью, чтобы покушать. И вы уже не сможете там поспать 4 часа, вам нужно спать где-то 7, 8, 9 часов обязательно, чтобы восстанавливались мышцы после тяжёлых тренировок. Вот, время убивается просто жёстко. Будете тренироваться 1, 2, 3 раза в день, это обязательно качки по 2 раза тренируются. И утром, и вечером, особенно, которые выступают, они стероиды хавают, у них быстрое восстановление идёт. И они могут тренироваться побольше, потому что мышцы восстанавливаются и растут больше, чем у натуралов. Также ещё есть такой пункт, как непонимание окружающих. Если кто-то профессиональный знаком с профессиональным атлетом, они вам точно могут сказать, что реакция со стороны окружающих бывает просто сумасшедшая. Потому что все на тебя будут смотреть. И большинство людей просто не может принять человека, который сильно отличается от них. А как мы все знаем, профессиональные бодибилдеры очень сильно отличаются от обычных людей. То есть, вы представьте, вы как будто приходите в зоопарк и видите какую-нибудь обезьяну огромную. Вот примерно так же и люди будут на тебя... Показывать пальцем, смеяться. Да, на тебя смотреть, как на огромного качка, на обезьяну такую, которая мышечная. Ты, короче, будешь выглядеть не как все. Вот в этом вопрос, конечно. И следующий, последний пункт, я думаю, это нарциссизм. Это можно отнести как к болезни. То есть, качки, они все время ходят, ищут зеркала, не знаю, мимо машины проходят летом. Сделать что-нибудь, банку напрягут, там, оу, какой я крутой. Не, ну это бывает не только у профессиональных атлетов, но просто у профессиональных атлетов. Да. Вы представьте, они должны позировать там по 2 часа в день. То есть, это жесть. Позинг, кстати, занимает тоже очень много времени. И, естественно, если у них дома есть какие-то зеркала, там, они у них по-любому есть, они будут подходить к каждому зеркалу, проходя мимо него, будут там... Это со стороны, опять же, будет очень... Да, это стрёмно. Стично. Ну и, естественно, качки все себя любят. Они там капец. Иначе бы вы не занимались таким спортом. Это бывает переходит грани, когда ты любишь себя слишком сильно. Даже больше, чем свою девушку. И поэтому бывают проблемы и в семейной жизни, и так далее. Также качки много тренируются. Там жена, возможно, одна дома будет... Дети одни, да. Да, будет раздражаться там на него, что ты не приходишь, с детьми не занимаешься, что ты все железо свое тягаешь. И, возможно, конечно, они разведутся. Это тоже минус, скорее всего. Вот, друзья, вот такие вот у нас пункты получились. Минусы огромных качков. Мы сейчас говорили про огромных качков. Не про таких дрыщей, как мы, а про огромных качков. Мы такие домашние эксперты. Да, мы просто лошарки. Комнатные бодибилды. Конечно. Напишите в комментариях. Вот. А так, спасибо за внимание, ребят. Подписывайтесь на наши инстаграмчики. Они будут где-то здесь. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайк. Обязательно. Да, и мы увидимся в следующем видео. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok